добрый вечер уважаемые коллеги я вижу что вы очень активно подключаетесь нас уже плюс если у вас есть звук есть видео есть презентация если все хорошо ставьте плюсик вижу плюсики давайте еще подождем чтобы еще коллеги отписались хорошо прекрасно мы с вами сегодня поговорим о внеурочной деятельности я думаю что пришли те из вас на вебинар кто заинтересован в этой теме кто возможно хочет услышать какие-то действительно полезные идеи и практически приема которые можно реализовать на внеурочной деятельности то есть это те из вас у кого-либо внеурочной деятельности уже точно есть либо вы еще да не знаете брать или не брать мне урочку в этом учебном году но скорее всего да я так думаю что учебный год уже начался соответственно вы уже знаете да будет или нет у вас внеурочная деятельность по иностранному языку да вижу плюсики прекрасно спасибо большое что отписались коллеги можем с вами начинать если какие-то вопросы у вас будут по ходу вебинара пишите пожалуйста в чате если будут какие-то проблемы с интернет соединением то вы теперь об этом тоже сами видите потому что вам вебинарная площадка пишет теперь да что нестабильная интернет связь или как то так и у вас появляется в чате красное сообщение что у вас не очень хорошее соединение с интернетом поэтому вы будете уже знать что это проблема именно у вас с интернет соединением что это наладится если вы допустим перезагрузите страницу да или вай фай роутер и так давайте мы с вами начнем начнем мы с вами конечно же с определения с того что нам нужно разобраться чем же отличается внеурочная деятельность от внеклассной деятельности и она конечно же отличается до в первую очередь именно формой организации и конечно же целью все-таки цель у нас внеклассной деятельности это больше воспитательная такая цель то есть мы с помощью внеклассной деятельности социализируем личность нашего ребенка наших учащихся с помощью внеурочной деятельности мы достигаем планируемых результатов освоения образовательной программы то есть у нас все-таки в отличие от внеклассной деятельности которая тоже да конечно же нельзя сказать что не является обязательной вам говорят проводите и классные часы особенно если вы классный руководитель и какие-то различные мероприятия Допустим, в рамках Декада наук по иностранным языкам или недели наук, недели иностранных языков. То есть, так или иначе, вы что-то проводите, куда-то возите ребят, различные бывают мероприятия. Внеурочная деятельность – это деятельность обязательная, это деятельность образовательная, и она осуществляется в формах, которые отличны от классноурочных. Это не сидение за парками в классе, когда мы работаем по учебнику, по той же программе, которая у нас основная, 2 часа в начальной школе, 3 часа в основной школе на базовом уровне. То есть, нет, это все-таки что-то дополнительное, что-то отличающееся от классноурочного. Так вот, вопрос как раз, что, зачем это делать, в каких формах это можно проводить, к чему можно все-таки привязать эту внеурочную деятельность, и что использовать можно для того, чтобы внеурочную деятельность организовать. Начнем с ответа на вопрос «Зачем?». Зачем она проводится? Внеурочная деятельность проводится для того, чтобы решить следующие задачи. Это сформировать познавательный интерес к предмету, связать школьный предмет с жизнью, углубить и расширить содержание изучаемого предмета. Это очень важный пункт, потому что именно за счет внеурочной деятельности, за счет тех, пускай даже одного часа того, одного часа, который вам на нее выделили, а тем, кому выделили 2 часа в неделю на иностранный язык, я считаю, вообще очень сильно повезло. За счет этого дополнительного времени у вас есть возможность действительно углубить знания ваших учащихся по вашему предмету или по какому-то аспекту. Может быть, у вас будет грамматический кружок, может быть, у вас будет что-то связанное с лексикой. Допустим, если мы говорим сегодня о 2-9 классах, вы можете на внеурочной деятельности заниматься с ними лексико-грамматическими заданиями, или, например, готовить их к олимпиаде, то есть решать задания повышенной сложности, учить их, как это все можно делать, и делать это, допустим, в форме действительно не просто классноурочной, а в форме сотрудничества, допустим, то есть работа в сотрудничестве. Это действительно действует. И в таком вот именно формате внеурочная деятельность, когда проводится, сразу понимаешь, зачем она проводится, что это не просто какие-то дополнительные уроки, которые несчастному учащемуся после всех уроков, после 6-7 урока поставили, и он вынужден на них ходить. Нет, он понимает сам, что ему это действительно нужно. А чем будет интереснее эта деятельность, тем будет ребенку, соответственно, приятнее посещать такие ваши внеурочные занятия. Также в задачи, которые решает внеурочная деятельность, входит развитие способностей учащихся, осуществление индивидуального подхода, совершенствование умений и навыков использования источников информации. Это особенно, когда у нас, допустим, по итогам нашей внеурочной деятельности получается какой-то продукт, то есть продукт деятельности совместной, умственной ваших учащихся. Возможно, даже не только одного класса, не только вашей, может быть, группы, но и второй подгруппы, если у вас делится класс или нескольких классов, может быть, у вас такой обширный проект. Я сегодня тоже покажу, что можно в рамках внеурочной деятельности организовать. По документальной базе. Конечно же, когда мы с вами пишем программу, мы должны откуда-то черпать очень важную информацию, начиная с количества часов, направлений, по которым можно организовать внеурочную деятельность. Все это указывается в АВГОС, соответственно, для начальной школы, для основной школы, для старшей школы. В примерных программах мы можем также почерпнуть важные вещи. Почему? Потому что внеурочная деятельность обязательно должна дополнять урочную. То есть мы не можем с вами, допустим, если в течение учебного года у вас какое-то определенное грамматическое время не изучается конкретно в вашем ОМК, вы, конечно, да, можете именно внеурочной деятельности с ними заниматься грамматикой и взять это дополнительно как-то изучить, забежать как будто немножечко вперед. Но зачем вам это делать, когда вам лучше придумать такую форму организации внеурочной деятельности, в которой они у вас то, что уже изучают в этом учебном году, смогут дополнительно еще для чего-то применить. Просто переквалифицировать это. Не решать одни и те же задания на грамматику, да. Это скучно, и они это делают практически на каждом уроке в рамках учебника, в рамках работы с рабочей тетрадью. А дать им какой-то новый формат работы, что-то писать, где-то что-то прочитать, да, если у них проблемы на чтении или с аудированием как-то, да, не очень хорошо что-то идет. Все это можно преобразовать, не делая только упор на выполнение заданий на тот или иной вид речевой деятельности. Также мы можем с точки зрения воспитательной стороны данного вопроса ориентироваться на стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Здесь есть ссылочка. И на программу развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях. Там тоже говорится о внеурочной деятельности, да, и мы, соответственно, можем найти документы. Комменты тоже ссылаться, это все, да, то, что нам Миноборнауки предоставляет. Поэтому мы это можем использовать. Организационно по количеству часов в начальной школе выделяется до 1350 часов, да, то есть на все классы 1, 2, 3, 4, поэтому так много. В 5-9 классах до 1750 часов и в старшей школе до 700 часов. При этом мы должны с вами помнить, что в неделю у учащихся может быть не более 10 академических часов внеурочной деятельности. Что это обозначает? Это обозначает, что в течение недели не больше 10 внеурочных занятий. Если мы с вами поделим 5-дневку, да, 10 таких внеурочек на 5 дней, получаем, что не больше двух внеурочных занятий в день приблизительно выходит. Да, в какой-то день у ребят, допустим, много уроков стоит по расписанию, соответственно, внеурочка у них будет только одна. А в какой-то другой день у них стоит всего 4 урока, значит, им могут поставить 3 внеурочных, допустим, да, занятия. Но всего в сумме в неделю не больше 10 академических часов. Соответственно, да, вы мне тут же можете сказать, что вот у нас, но внеурочную деятельность по английскому языку вообще часов не выделяют, да, тогда, соответственно, я могу только посочувствовать. И все-таки я надеюсь, что если вы пришли на этот вебинар, то у вас внеурочная деятельность по иностранному языку есть, потому что просто слушать какие-то различные интересные идеи, которые можно воплотить в жизненной внеурочной деятельности и не иметь возможности ее воплотить, это как-то обидно. Что касается программы, да, здесь тоже на слайде это сказано, что программу мы разрабатываем самостоятельно с образовательным учреждением, то есть учитель ее разрабатывает и, соответственно, как обычно, как любую программу подписывает по тем инстанциям в школе, как это положено. Кто-то подписывает у методиста, у зауча, у директора, например, кто-то просто сразу несет заучу и директору. То есть это уже как в самом установленном образовательном учреждении. Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию детей и родителей на основе добровольного выбора. Здесь речь идет не о том, что ваши учащиеся могут сказать, «Ах, я не буду ходить на это внеурочное занятие, оно вообще после уроков и не обязательно». Но обязательно, оно стоит в программе, ходить на него обязательно нужно. Разница только в том, если вдруг у вас учащиеся на кружок по английскому языку, допустим, ходят в это же самое время в каком-нибудь центре дополнительного образования, я просто хопщик так назовем, не важно, что именно это будет, но центр дополнительного образования, то, соответственно, по заявлению родителей, родитель пишет, что данное направление мой учащийся осваивает в рамках посещения такого-то кружка там-то и там-то, поэтому прошу освободить его от точно такого же кружка здесь в школе. Это, да, это возможно, это вот прописывается, поэтому родители, да, могут такое заявление принести. Но если он никуда не ходит больше, да, и нет у него справки о том, что он посещает, допустим, кружок по английскому языку в центре детского творчества, который, наверное, есть в каждом городе, то он должен посещать все то же самое в школе. Также важно отметить, что по форме организации неурочная деятельность должна отмечаться от классноурочной формы организации. То есть это могут быть экскурсии, кружки, секции, вы можете это назвать так, как вам это нравится больше. Если вам больше нравится, называйте со старшеклассниками, что у вас, допустим, школьное научное общество учащихся, и вы в рамках него что-то делаете, ставите себе какую-то цель и ее достигаете. Пишите какие-то проекты, разрабатываете, да, какие-то интересные вещи, да, может, вы газету совместную издаете. Если вы любите больше что-то такое интеллектуальное, это могут быть, допустим, и диспуты, это могут быть олимпиады, как я уже сказала, да, то есть у вас может быть кружок по олимпиадам. Вы к ним сначала готовитесь, и с какой-то периодичностью вы эти олимпиады пишете. И таким образом, с помощью внеурочной деятельности, вы, ребят, как бы дополнительно, тех как раз часов, которых вам не хватает, с помощью других форм организации, они у вас могут работать все вместе, кто-то может на патронаж кого-то брать, да, слабых учащихся, например, сильные берут на патронаж и учат, как решать эти олимпиадные задания. Это все можно делать в рамках внеурочки. Также, да, это могут быть соревнования, секции, круглые столы, исследования можно проводить, то есть здесь и так далее написано, потому что форм, если вы просто посмотрите даже в интернете, различные формы, как можно, да, назвать то, что вы собираетесь изучать с учащимися, это на ваш уже выбор идет. По направлениям развития личности внеурочная деятельность затрагивает спортивное-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное направление. Мы, конечно же, относимся с вами к общеинтеллектуальному направлению, это, в принципе, понятно из того, что перечислено. То есть главное, чтобы то, что мы собираемся проводить на внеурочной деятельности, под одно из этих направлений развития личности обязательно подходило, потому что есть еще определенные виды и направления внеурочной деятельности в рамках, соответственно, да, направления развития личности. И здесь, как вы видите, их девять. Мы, конечно же, с вами не относимся к туристко-крытической деятельности, да, Мы относимся с вами к познавательной деятельности. Можем с вами также пометить, что мы также относимся и к досуговой развлекательной деятельности, потому что все зависит от того, в какой форме будет ваша внеурочная деятельность. Социальное творчество, потому что какой-то, может быть, у вас будет проект, связанный с социумом, может быть, вы будете что-то по reduce waste с ребятами делать, со старшеклассниками часто такое бывает, или какой-то затеете, международный проект по переписке с ребятами из другой страны, и тоже будете решать какую-нибудь проблему, экологию, допустим, что-то такое глобальное. Это зависит от того, что именно вы будете организовывать. Если начать с самого такого простого и первого, что приходит в голову, то это может быть Music Club. И такой Music Club проще всего, конечно же, организовать с помощью уже готовых пособий, чтобы вам не пришлось разрабатывать и подбирать песни, обосновывать, почему по определенным темам у вас эти песни подобраны в вашей программе. Можно взять уже готовые сборники песен и стихотворения. Это Songs and Poems for Junior School слева, зеленая книжка, и Songs and Poems for School справа, такая фиолетовая книга. Слева книга для начальной школы, справа для 5-9 классов. Авторы Клары Сакна, Мариан Юрьевна Калфа. Аудио можно к обеим книгам абсолютно бесплатно послушать, скачать в нашем, например, интернет-магазине. Если вы зайдете, то в аннотации вы найдете ссылочку на аудио. Вы ее копируете, вставляете в адресную строку, и у вас открывается плейлист всех песен и всех начитных стихотворений, и всех караоке к песням, которые есть, соответственно, к каждому из сборников. Чем хороши сборники? Как я уже сказала, тем, что помимо самой песни, вы внутри еще находите материал для работы над этой песней. Здесь, допустим, перед вами пример In London Zoo. Вы видите, что первое задание, это звучит таким образом, чтобы правильно произнести слова песенки, мы снимаем трудности, в данном случае лексические и пневмические, In London Zoo послушай, как их произносит Виктор, и повтори за ним. У нас есть, соответственно, слово, транскрипция, перевод, где-то нет транскрипции, потому что слово читается абсолютно просто, и ребята уже с ним, допустим, знакомы. Далее, второе задание у нас идет на понимание того, что ты слышишь, задание на аудирование. Послушай песню и скажи, о каких животных в ней говорится. У нас есть три варианта перечисленных животных, соответственно, мы выбираем только тот правильный вариант, о животных, которых говорится в песне. Затем уже мы только обращаем внимание учащихся на сам текст песни. Они уже и слова из нее немножечко запомнили, потому что слова отдельно разобрали. И песню послушали первый раз, первое прослушание уже было, чтобы понять, о каких животных все-таки идет там речь. Затем они читают текст песни за диктором, то есть там есть и начитанная диктором текст песни, и, конечно же, проверяют свои ответы, потому что когда они очередной раз уже, только теперь с визуальной опорой смотрят на этот текст, они уже понимают, о каких животных там идет речь. Плюс они переворачивают уже страничку, на следующей страничке, как вы видите. Здесь есть иллюстрации. Здесь уже изображено, о ком идет речь. Но на этом, конечно же, задание не заканчивается. Там мы смотрим дальше и видим, что у нас написано, что злая колдунья терпеть не может смешные песни. Она украла у глаголов все окончания. Ставь вместо точек правильное окончание, где это необходимо, и прочитай предложение. То есть мы понимаем, что здесь еще и затрагивается грамматика, чтобы мы с ребятами могли ее повторить. Но при этом они все равно опять слушают песню, возвращаются к ней. То есть песня запомнится у них лучше, потому что вы сделали несколько различных заданий на разные виды речевой деятельности для того, чтобы эта песня у них быстрее усвоилась. Конечно же, вы не за одно занятие делаете все эти задания, и не за одно занятие выучите эту песню. Но в рамках как раз неурочной деятельности это то, на что у нас всегда не хватает времени на уроке. Вы можете написать программу, в рамках которой вы распланируете себе те или иные песни по тем или иным темам в каждом классе. Во втором, третьем, четвертом и так далее. В зависимости от того, что вам дали, какие классы. Можно не только петь. Можно читать. Тогда вы будете, соответственно, открывать с ребятами не Music Club, а у вас будет или не Singing Club, а у вас будет Reading Club. Так, вижу вопрос в чате. Просто отвлекусь, пока еще далеко в чтение не ушло. Где скачать аудио? Вот у вас есть две ссылочки. Админ написал вам, да, вот таким синим цветом выделенное сообщение прямо над вами, над вашим сообщением. Скопируйте, пожалуйста, оттуда или перейдите по ссылочке. Увидите как раз аннотацию к книге. И в самом конце аннотации будет написано, что аудио можно скачать по ссылке. И эта ссылочка там будет стоять в аннотации к этой книге. Если нашли, напишите, что нашли. Если не нашли, то я постараюсь вам сама скопировать, ставить, сюда прислать. По чтению, да, можно организовать Reading Club. И для Reading Club, например, у нас в издательстве есть много различных пособий. Нашли? Спасибо. Все прекрасно. Можно использовать, например, пособия Кларуса Акну и Мариана Юдна-Кауфман. Пособия представлены здесь на слайде, вы видите, они начинают с 5 класса есть и до 11. В пятых-шестых классах можно с ребятами читать Adventures of Bob, The Hedgehog and His Friends. В седьмых-восьмых классах углубиться в страноведение Великобритании и почитать Stories about the History of Britain. В девятом классе немножечко, да, заняться историей США. Здесь у нас Robin McQuizet's Diary, Stories about the History of the USA. И в старших классах, в десятом-одиннадцатом, у нас Stories from Famous American and British Writers. То есть здесь, да, идут уже рассказы, которые, и мы с вами все это знаем, как правило, да, они там идут с заданиями, сейчас что-то покажу на страничках, на скриншотах. Хорошо, коллеги, спасибо, что отписали, что нашли. Допустим, Robin McQuizet's Diary перед вами страничка из этой книги. Вы видите, да, уже даже по этой страничке, что у нас есть word list практически, да, к каждому тексту в книгах, по всех книгах, которые я вам сейчас показала на предыдущей странице. Это сделано для того, чтобы ребята могли более быстро осваивать текст при прочтении, да, чтобы они не смотрели в словарь на каждом незнакомом им слове, да, то есть слова, которые они могут не знать, как разданы с переводом. Сложные слова даются, опять же, с транскрипцией, тоже это важно. Тексты по содержанию, например, как тот, что представлен на примере, The History of the American Flag, он рассказывается, он не очень большой, да, то есть это на двух страничках он так кусочками отображен. По формату книга, кстати, не А4, она такая, да, обычного книжного формата, то есть текст действительно небольшой для 9 класса, он как раз нужного размера. И после текста дается задание, то есть вам не нужно самим, опять же, ничего придумывать. Здесь True, False, Not Stated задание как раз по формату ОГЭ, да, ребятам важно научиться правильно читать тексты, чтобы находить True, False и Not Stated. Так что здесь они и этим тоже занимаются, это очень полезно. В старших классах, вот пример, здесь «Тройводки не читая в собаке», конечно же, не все книги дается, только «Extract», «Extract», и он поделен тоже на части, да, «Part 1», «Part 2» и так далее. В каждой части есть как сноски, так и «Word List», и плюс задания, например, ответы на вопросы по прочитанному. Среди важных условий организации внеурочной деятельности у нас, да, это то, на что мы должны обращать внимание. Это количество часов учебного плана, это форма организации, отличная от классноурочной, связь обязательная с урочной деятельностью, то есть нужно максимально стараться углублять то, что вы даете в рамках урока на внеурочной деятельности. Во-первых, так будет удобнее вам, а во-вторых, так будет лучше для ваших учащихся. А также внеурочная деятельность обязательно должна иметь выход на личностные, предметные и метапредметные результаты. Все, что я вам сегодня показываю, и песни, и чтение, и такие вот задания на обсуждение прочитанного, это все будет затрагивать и личностные, и предметные, и метапредметные результаты. Также можно использовать для нашего Reading Club пособие Redup. Здесь есть тоже задания разноплановые. От трансформации стихотворения-считалки, сначала дается стихотворение-считалка в той форме, в которой ее дают авторы, затем под буковкой B в этом же задании, как вы видите, нужно придумать свою считалку, заменив некоторые слова в уже данный. То есть некоторые слова выкидываются, здесь дается просто нумерация пропусков 1, 2, 3, и для каждого пропуска у нас есть choose a name, choose a place, choose a food. То есть это все довольно легко сделать, это будет такая быстрая, яркая работа. Для третьеклассников очень интересно. В четвертом классе необычное чтение текста. Посмотрите, они здесь не просто читают тексты, допустим, отвечают на вопросы. Нет, они должны прочитать этот коротенький текст, он разбит на несколько частей, перед вами часть 3, например, и заполнить пропуски в дневнике. То есть вы видите, где-то не хватает в колонке time времени окончания урока, где-то не хватает самого названия урока. То есть все это нужно извлечь из прочитанного текста, соответственно, поработать с таблицей. Вот вам будет предмет неумение. После того, как они так с таблицей поработали, они должны применить это к себе. Соответственно, у нас будут затрагиваться личностные результаты. Мы должны заполнить страничку своего дневника, а затем дописать рассказ о своем школьном дне. То есть данная заготовка как дневника, правда пустого, так и такого небольшого рассказа о своем школьном дне, который нам нужно завершить методом добавления различных уроков, времени начала, времени конца. То есть практически то же самое, что делали до этого под буковкой «эй», когда читали текст, но уже применяя это все к себе, то есть переформативы. Чем старше, ребята, тем, конечно же, сложнее тексты. Больше добавляется текстов, допустим, здесь в данном случае это стихотворение, где-то тексты такого вот жанра, как астрология, связанная со звездным небом. То есть мы здесь должны в итоге, после прочтения небольшого текста, который имеет глоссарий, это тоже, опять же, обращаю ваше внимание, что это позволяет читать текст быстрее и меньше застрять внимание на незнакомых словах. А под буковкой «б» они должны заполнить карту звездного неба, а именно большую и малую медведицу, название звезд и созвездник. И все это по итогам прочитанного такого небольшого текста. Делают они и творческие задания в рамках чтения. То есть посмотрите, здесь задание находится в книге «Read up», «Почитай», потому что основная его задача – это правильно в данном случае сделать matching. У нас есть изображение, как делать Humpty Dumpty, и, как вы видите, по изображениям картинки стоят в правильном порядке. А вот описание, что происходит на этих картинках, что нужно взять, что склеить, что разрезать, где что нарисовать, перемешаны. Например, первая картинка, вот она первая картинка, уже проставлена цифра 1, и все остальное, соответственно, у нас еще не готово, не сделано, и нужно это самим найти, какая картинка к какому описанию будет относиться. Вот вам и чтение. Плюс к этому всему, так как мы можем прекрасно это сделать на неурочной деятельности, а на уроке на это точно бы у нас не хватило времени, это задание на «Act out», конечно же. Оно идет здесь под буковкой «B». «Act out the poem using your paper plate Humpty». Замечательное задание, и как раз у вас на это будет действительно время. А также здесь есть, допустим, рубрика «Как запоминать новые слова» с помощью ассоциаций, «Как научить ребят делать сообщения на основе прочитанного текста». То есть согласитесь, это то, как раз на что у нас не хватает времени на уроки. Поэтому внеурочная деятельность здесь с помощью таких пособий будет только углублять знания по предмету получающихся. Чем они старше, тем, вы видите, задания все сложнее и сложнее. Вот в восьмом классе тоже они обсуждают тему имен. Почему тебя так назвали? Нужно выяснить, в честь кого тебя назвали. Итогом данного раздела вообще становится выполнение постера, то есть плаката о своем имени. Мини-постер они делают, в котором должны быть результаты исследования. Сколько человек, допустим, в классе назван таким же именем, в честь кого тебя назвали, как ты ощущаешь себя, когда тебя называют твоим именем, не хочешь ли ты его вдруг поменять. Твое собственное стихотворение о своем имени. Здесь есть шаблон, они по шаблону его переписывают. И иллюстрация своего имени. То есть во всех смыслах, действительно, внеурочное такое получится занятие по данному пособию. Также можно использовать серию пособий «Метапредметный портфель», потому что в основном все задания, которые там даются, я вам как автор это говорю, они ориентированы на чтение. Да, здесь нет заданий, например, на аудирование. Здесь есть задания на чтение, с заданиями, например, иногда на выход в уговорение. А в основном все-таки они читают, поэтому в Криринг-лаб я как раз вам показываю эти задания. Задания есть и творческие, и творческие, связанные с чтением, и логические, то есть задания всевозможные. Это как раз тоже прекрасно. Данные пособия коллеги берут на внеурочной деятельности, у них хватает пособия на весь учебный год. Вот, допустим, это четвертый класс, здесь пять разделов на учебный год. Прекрасно хватает. Коллеги писали, что они где-то не больше, чем одно-два задания делают на внеурочном занятии, и как раз им хватает до конца учебного года. И письмо они здесь пишут, и рисуют, его оформляют. И могут посмотреть, чем отличается заполнение адреса в Великобритании от адреса в России. Можно спросить у них, например, чтобы они нашли, где и как написан индекс в русском адресе, как мы пишем индекс, и как пишут индекс свой британцы. Это тоже очень интересно. Чем марки схожи, чем отличаются. По текстам здесь в основном это письма, это столярный жанр. У нас есть друг по переписке, мальчик Джим, он нам присылает письма. И всегда до самого письма есть вопросы, до текстовые. Они даются до текста, не для того, чтобы ребята на них отвечали, не читая текст. Нет, они даются до текста, чтобы ребята полностью сняли все трудности, посмотреть на эти вопросы, чтобы вопросы им были абсолютно полностью понятны, и чтобы они могли раскрасить номера вопросов, 1, 2, 3, 4, 5 в данном случае, разными цветами. Не весь вопрос, а только цифру. Допустим, цифру 1 они бы раскрасили желтым, 2 зеленым, 3 синим и так далее. Соответственно, если цифра 1 у нас желтым, вопрос звучит так. What is the name of the British Queen? Ребята понимают, что спрашиваются, как зовут британскую королеву. Смотрим на текст. Thank you for your letter. We are friends now. It's wonderful. And it is very interesting to read about Russia. Thank you. Пока нет ответа. I would like to write you about my country. Do you know where our queen lives? Her name is Elizabeth II. Мы нашли с вами ответ на вопрос и должны выделить Elizabeth II желтым, соответственно, цветом, потому что мы цифру 1 в вопросах раскрасили желтым. Пример того, как это делается, дается на четвертой странице данного пособия, а также в методических рекомендациях для педагога, которые находятся в конце пособия. То есть неправильно выполнить задание абсолютно невозможно. Единственное, что не пугайтесь. Поначалу у вас ребята, когда будут выполнять такие задания, будут раскрашивать вот этим цветом номера вопроса все предложение целиком. То есть они у вас будут закрашивать не только Elizabeth II, а her name is Elizabeth II. Не пугайтесь, это ничего страшного. Проще их научить из уже найденного, выделять только самое основное, главное, там, где содержится ответ на вопрос, чем если бы они у вас абсолютно не умели искать даже вот само предложение, даже вот этот вот кусочек текста маленький, в котором содержится ответ на вопрос. Мы таким образом постепенно их готовим, конечно же, к ОГЭ, да, и к ЕГЭ, соответственно. Далее. Творчество. Неотъемлемый компонент неурочной деятельности – это, конечно же, творчество, потому что без него просто будет скучно. Творчество бывает разное. Здесь в данном случае ребята рисуют и описывают либо квартиру мечты, либо дом мечты. При этом вы видите, что вопросы немножечко разные на описание квартиры и на описание дома. Ребята прекрасно с этим справляются, им нравится и то, что можно немножечко, да, здесь помечтать. У кого-то, например, нет своей комнаты, и они здесь придумывают эту свою комнату. До мелких деталей все там рисуют, но чем больше деталей они нарисуют, тем больше им потом придется описывать, соответственно. В нашем случае это только прекрасно. Они замечательно повторяют оборот «даритаро», например, название различных комнат, где что находится, предлоги, место, что еще они у нас, название этажей, как правильно считается по-британски, и так далее. Все это здесь мы тоже повторяем. Для внеурочной деятельности вот вам другая форма организации, другое пособие, не учебник. Так, пожалуйста, да, и рисуем, и что-то описываем. Замечательно получится внеурочное занятие. Здесь и игры, да, здесь я это назвала «игра», но это больше, конечно, не игра, а выполнение метапредметного задания, потому что если мы посмотрим на 31-ю страничку, да, справа, то увидим в рамочке у нас есть стихотворение, у которого нет первой строки. Вместо первой строки у нас есть квадраты, все, что осталось от слов, как поле чудес, только очень длинное, да, слова сами не вписаны, букв никаких нет, все почему-то пронумеровано от 1 до 20, потому что мы должны сделать, выполнить инструкцию из 20 пунктов. На странице 30, 31, как вы видите, «follow the instructions» на 30-й странице нам написано. По зеркалу магическому, которое вот так вот раскололось, если в нем появились какие-то буквы, мы должны собрать все эти буквы по рядам и строчкам, соответственно, да. Если все будет выполнено правильно, и каждую букву они найдут под каждым пунктом инструкции верно, то получится первая строка из данного стихотворения. Вроде бы не сложно, но, поверьте, целый урок они это делают. Порядка 30 минут у вас на это точно уйдет. И это занимательно. То есть они ни на что не отвлекаются, потому что они боятся, что они все собьются, что у них сейчас что-то не получится. А это самое главное у нас – удерживать внимание учащихся в момент занятия. Это сложно. Чем интереснее задание, чем им это интереснее, тем больше все-таки внимание приковано к вам и к вашему предмету. Есть здесь задания на сравнение текстов. Там обычно сравниваем картинки, здесь мы сравниваем текст. Опять же, для того, чтобы ребята могли научиться, концентрировать внимание на небольшое количество все-таки времени. Иногда они не могут концентрироваться абсолютно, но нужно их к этому потихонечку приучать. Для более старших ребят в 10-11 классах это могут быть пособия Москва, Санкт-Петербург и Урал. Их тоже можно использовать для внеурочной деятельности. Я думаю, у вас эти пособия, наверное, есть. Если нет, то они есть в нашем интернет-магазине. По поводу организации внеурочной деятельности, как такая небольшая идея, как если у вас есть, например, 5-й и 6-й классы, в обоих классах вам дали внеурочную деятельность, как облегчить себе жизнь и при этом придумать интереснейший проект для ребят. Можно выпускать с ними общешкольную газету. Не обязательно, чтобы она называлась у вас The Voice of School. Может быть, вы ее назовете как-то с ребятами по-другому. Например, проведете общешкольный конкурс на выборное звание для общешкольной газеты. А выпускать будут ее именно ваши учащиеся 5-го, 6-го класса. Или дальше, учащиеся следующий класс. В зависимости от того, где у нас сейчас в ГОС, и где дают внеурочные часы. Такую газету можно выпускать, пройдя с ребятами 4 важных этапа раздела. Первое – это чтобы разобраться, как делается в принципе газета. На втором этапе мы учимся с ребятами писать тексты, соответственно, для этой газеты в разных форматах. Это интервью, репортаж, и как проводить соцопрос, как этот опрос потом обработать и описать текстом. Плюс начинаем уже выпускать пробный информационный такой дайджест. Тренируемся писать различные статьи, но пока еще не саму газету. Затем на третьем этапе мы уже все-таки выпускаем газету к какому-то определенному, например, празднику. Хорошо это делать первый уже такой дайджест, пускай это будет пока только дайджест, к дню учителя, к 5 октября. Можно назвать его Our School and Our Teachers. Можно выпускать потом такие газеты каким-то определенным праздником или просто как и под итог, допустим, первого полугодия. Можно выпускать номер к дню города, к International Women's Day, к Victory Day, к тем праздникам, которым у вас получается по вашему распланированному, по вашей распланированной программе что-то успеть все-таки написать и сделать. После того, как выпущен номер, у вас уже ребята и летсовет создали, и все обязанности уже разделили, кто фотографирует и описывает, соответственно, фотографии, не только фотографирует, а кто пишет интервью, кто-то пишет репортажи, кто-то пишет соцзапросы, кто-то пишет шутки, кто-то описывает мероприятия из жизни школы. Вы проводите самоанализ деятельности класса, вашей группы по выпуску газеты на каждом из этапов. То есть насколько хорошо они научились писать, насколько хорошо они распределили обязанности, как они провели вот этот конкурс на выбор названия для газеты, как они продумали верстку, все ли у них получилось, ничего ли у них там не полетело при верстке, весь ли текст относится, например, понятно, что этот текст относится к этой картинке, нормально ли для него продуман заголовок, не очень ли длинный этот заголовок. То есть представьте, сколько всего у вас ребята смогут научиться делать в рамках вот такого вот внеурочного занятия. Внеурочных занятий, да, потому что на весь учебный год вам этого хватит. Также часто сейчас коллеги, я заметила, коннектятся с педагогами за границей, это либо по переписке, да, по скайпу общаются, то есть здесь уже зависит от того, как к вашему учащимся комфортнее, какие у вас есть facilities на это. Но вот, например, на iEarn.org вы можете найти такие проекты, как My School, Your School и Staying Healthy. Это сейчас проекты, которые актуальны, я вот здесь на слайде пометила. Соответственно, да, вот после 2019 года, да, уже будет не совсем это все актуально. Нужно будет просто посмотреть, что у них там нового еще выходит. Посмотрите, зайдите на эти сайты, может быть, какие-то другие сайты вы знаете и найдете, поделитесь с коллегами, например, в комментариях. В My School, Your School ребята общаются о школах с ребятами из-за границы, да, и сравнивают школы, свою школу со школой из-за границы. В Staying Healthy они выпускают такой совместный проект о здоровом образе жизни, то есть это, по сути, проект про ЗОЖ, про спорт. Они там делают измерение сердцебиения в разных, после разных занятий, да, допустим, учебной деятельности, после спортивного какого-то мероприятия, просто после урока физкультуры, что-то еще измеряют, давление, еще что-то. То есть они это все делают. Это то, что пригодится им для, в принципе, жизни. Это интересно. Это связано с иностранным языком, потому что они общаются с ребятами, которые не говорят на русском языке. Это очень важно, да, в нашем случае. Это такое получится погружение. И плюс это все можно действительно делать на внеурочной деятельности. Можно с ребятами организовать травл-клаб. Тогда нам подойдут для работы книги в начальной школе Songs for Junior School, подойдут редапы 2-3-4 классов, метапредметные портфели для 2-3-4 классов, а также можно привлекать любые бесплатные интернет-ресурсы, которые вам нравятся, которые подходят для травл-клаб. В основной школе, в 5-9 классах, можно использовать редапы, Songs for School, да, можно использовать «Кольцо друидов», книг Роберта МакКуизарда, «Страницы британской истории», метапредметный портфель для 5-го класса и также бесплатные интернет-ресурсы. Почему хорошо использовать тему страноведения? Потому что, как правило, в учебниках всегда очень много страноведческих заданий. Вот, допустим, в happyenglish.ru мы в 4-5-6 классе видим с вами, что это только краткий такой перечень от того, что я зацепил мой глаз, когда я открыла эти учебники. Это я не с каждой страницы и не с каждого урока выписала. Здесь о чаепитии в 5 часов есть ролевая игра, допустим, и о Гарри Поттере, и о жизни современной Англии, и о крупных городах Англии, не только про Лондон, да, они здесь изучают, и про Несси, и про Истча, и про погоду, и про Эдинбург, и про Вестминтерское Батство, про Ла-Манш, Баллада Стоунхенджи, Лимерики. То есть темы разнообразные. Всегда тема, связанная с путешествием и с историей Великобритании, с лингвовым страноведением, это полезно и очень удобно как дополнение это брать к основным урокам. То есть у вас неурочная деятельность таким образом будет углублять то, что вы прошли уже на, изучили на занятиях, на уроках. Вот здесь, допустим, ребята узнают, про Волынку и про Килт, да, что это не юбка на мужчине, а Килт, что они разные бывают, в зависимости от клана. О том, как возникла традиция английского чайбития в 5 часов. О том, что не только мы знаем о Великобритании, но и в Великобритании проводятся мероприятия, связанные с Россией. Например, Russian Winter Festival в 2005 году был на Trafalgar Square. О том, что, да, вот любая фоновая лексика реалий, вот, пожалуйста, да, уже в втором классе, буквально на 15 странице уже нам встречается. Почему так выглядит британский флаг? О том, как вести себя в аэропорту. Все эти таблички на английском языке, какая табличка что обозначает, почему именно такие иконки около них. В страницах британской истории можно найти информацию от королевы Боудиси до Елизаветы I. То есть мы таким образом действительно погружаемся в ту или иную историческую эпоху, читая простой и интересный рассказ, посвященный описанным событиям. Ко всем рассказам у нас есть сноски, комментарии, задания. То есть и word list найдется, и задания, допустим, в данном случае это такой тест, тестовый формат. Где-то это будет matching, где-то ответы на вопросы, где-то реши crossword, сделай проект, act out. То есть заданий очень-очень много, вот с 7 по 11 класс эту книгу очень хорошо брать. Кольцо друидов, да, то, что я показывала из этой серии книгу про Миник Роберта МакКвизерда, в данном случае это кольцо друидов. Смысл тот же самый, у нас есть текст, у нас есть иллюстрация, книга цветная, есть word list со сложными словами, которые встречаются в этом тексте, и послетекстовые задания. В данном случае это ответы на вопросы, работа с картой, complete sentences, задания на matching, аргументы, задания на заполнение таблицы аргументами за и против, и даже кроссворд. Посмотрите на целое занятие, даже, возможно, на два, вам здесь материала хватит. Про песни, да, в книгах Songs and Poems for Junior School и Songs and Poems for School есть такие замечательные таблицы, в которых указан социокультурный материал, который дается в той или иной песне. То есть можно ориентироваться, конечно же, и на название, и на London Zoo, и на the bus, в принципе, понятно, о чем будет вестись речь. Да, но можно также посмотреть в последнюю колонку, где более подробно расписывается, да, что здесь про лондонский зоопарк, здесь про транспорт в Великобритании, My Old Granny Had a House, значит, это про то, как англичане интерпретируют звуки, которые издают домашние животные. Do You Live in London, о реалиях страны изучаемого языка, Seasons и Month of the Year, это про погоду в Англии, и сравнение с погодой в России, и так далее. Да, то есть вот такие таблицы нас здесь, конечно же, выручают. И о путешествии пилигримов можно в пятых-одинадцатых классах посмотреть пилигрим-сонг. Здесь так вкратце рассказывается, кто такие пилигримы, и история эта дается в песне. Гипотеза о создании Стоунхенджа, английская школа, вот баллада Стоунхенджа, четыре прекрасных таких, да, четыростиши, и после них еще очень много заданий, которые даже выводят нас на устную речь, то есть чтобы мы с ребятами могли пообщаться и дать даже свои такие explanations, что же такое Стоунхендж, почему так стоят камни, и так далее. Пообщаться на эту тему. О Канаде, да, здесь есть кленовый лес навеки, гимн Канады. Тоже, я думаю, вам с ребятами было бы интересно его посмотреть и разобрать. Можно использовать книгу Робби Макуза с Дайви. Здесь есть, допустим, текст о Джорджи Уашингтоне. И можно брать материалы из метапредметных портфелей, в них тоже есть лингвы страноведения, потому что мы во втором, в третьем классе и про Рождество узнаем, и по Лондонскому зоопарку гуляем, и о том, как выглядят почтовые марки, национальная валюта, все это там есть. В четвертом классе мы с вами смотрели как раз уже примеры, да, про Букингемский дворец, про Вензорский замок, про Лензавету II. Есть там и про погоду в Великобритании, про Квидич, про Гарри Поттера, про музей Мадам Тюссо, королевскую семью, про примечательности Лондона, Кенсингтонский дворец. Вот все эти как раз примеры, да, так, чтобы более ярко они у вас были представлены, я здесь оставила на слайдах. Вот в данном задании, например, они не просто узнают, что это Кенсингтонский дворец, посередине, да, там расположена картинка на подложке, нет, они выполняют инструкцию справа, да, вдоль странички идет, под надписью Welcome to Kensington Palace. Восемь различных пунктов инструкции, проведут их по замку, это схема вид сверху King's Department, King's Staircase, Presence Chamber, Cougar Room, King's Drawing Room и так далее, то есть они из этой комнаты в комнату переходят, делают какое-то задание, получают из каждой комнаты по одной букве в итоге, заносят эти буквы в окошки, которые даются, да, такие белые окошечки пустые под заданием, и узнают, что за скульптура была, что за скульптура была поставлена в Лондоне в 2012 году, ее подарил детям Лондона скульптор. Можно, конечно же, узнать ответ на этот вопрос, забив в поиск в Google, да, но вы, главное, ребята, не давайте этого делать, пускай они сидят и решают у вас эту инструкцию. Как я уже говорила, вот такие вот задания, такие вот квесты, не меньше 25 минут у ребят займут на выполнение, а то и больше, то есть на все занятия вам вот хватит такого вот упражнения. Не думайте, что это очень быстро и легко, но как раз вам Адам Тюссо рассказывается, да, здесь все с картинками, все иллюстрированное, то есть пособиями действительно приятно пользоваться, причем это не только я вам говорю как автор, но и то, что пишут коллеги в отзывах по апробации, можно посмотреть, например, вебинар мой предыдущий, в июле я проводила по итогам апробации в прошедшем учебном году, и там как раз были выдержки из отзывов коллег, которые участвовали в апробации, даже свои фотографии присылали с ребятами довольными, которые по этим пособиям занимались на внеурочной деятельности как раз. И я обещала вам также, да, что оставлю слайд с такими интернет-ресурсами. Можно привлекать, конечно же, да, бесплатные интернет-ресурсы для внеурочной деятельности. Это могут быть, вот мне больше всего нравится, конечно же, это веб-камеры, потому что ребятам показывают в режиме реального времени, что происходит в стране изучаемого языка или, в принципе, да, в англоговорящих странах. Если у вас что-то изучается, допустим, про США в учебнике, то почему бы это не расширить дополнительно информации из других источников? Может быть, показать им онлайн-камеру на 42-я здесь улица, есть в Медисон-авеню, да, есть там вид на Гудон, есть вторая ссылочка, это вид на Таймс-сквер, то есть не просто читать текст и смотреть картинку, да, в каком-нибудь пособии или на уроке в учебнике, да, но и можно это все продолжить потом, чуть более подробно изучить, посмотреть видео с Ютьюба, посмотреть дополнительные иллюстрации какие-то, да, почитать дополнительные тексты, посмотреть онлайн-веб-камеру, да, главное вам все это в программе себе запланировать, чтобы там было удобно реализовать. Можно, когда мы говорим про Великобританию, не только смотреть камеры из Лондона, а какие камеры есть, вот, например, раз, два, три, четвертая, четвертая ссылка, там, где написано, City Blackfriars Bridge, да, работающая камера, можно посмотреть там и на колесо обозрения, и темза видна, да, и все прислежащие достопримечательности, а можно посмотреть на то, как выглядит Cornwall, или как выглядит Cardiff, да, то есть расширить все-таки немножечко географию того, что вы ребятам показываете. Можно сравнить через онлайн-веб-камеры, как выглядят зоопарки в разных странах мира. Вот здесь в данном случае я ссылочку на Chester Zoo оставила, там, оказывается, по разным веб-камерам, когда перейдете по ссылке, покликаете, посмотрите, в какой-то день работает, не работает, допустим, камера с жирафами, в другой день не работает камера с пингвинами, но, не вру, с фламинго, но в основном там есть и пингвины, и жирафы, и фламинго, и летучие мыши, хотя бы какие-то две камеры вы точно найдете работающими. И, конечно же, можно использовать различные онлайн-игры, и здесь есть примеры игр Dressing Up, или просто History Games с BBC, так что все, что вы найдете, в дополнение к тому, что вы будете использовать какое-то пособие или составлять, не ориентируясь, может быть, даже на пособие, как вот я показывала с The Voice of School, с газетой, все это тоже вам может пригодиться, как такой дополнительный ресурс, чтобы ребятам было действительно интересно посещать такие ваши внеурочные занятия. На этом, коллеги, у меня все. Хотела вам также напомнить, что мы есть в социальных сетях, мы есть в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. Также можно, тем, кто особенно живет близко к Москве или в Москве, и желает посетить наш стенд на Московской международной книжной выставке ярмарки, 31-я Московская международная книжная выставка ярмарка открылась сегодня, и уже сегодня там были первые посетители. У нас там есть стенд. Нас очень легко найти. Мы находимся в зале Б, стенд А, 14. Приходите, будем очень рады вас видеть. У нас проводятся две акции на стенде издательства. Например, можно со скидкой в 15% купить книгу, если вы принесете чек на оплату семинара, который у нас состоится 26 сентября. То есть показать, что вы на семинар зарегистрировались и оплатили, и вам, допустим, выберите, какие нужны вам будут книги, вам их продадут со скидкой в 15%. Можно прийти у нас там на стенде, получить купон на 10% скидку на оплату как раз-таки этого семинара 26 сентября. Если вы вдруг про наш семинар 26 сентября еще не знаете, то мы сейчас попросим нам одним кинуть ссылочку в чат на наш семинар «Преминг», который состоится 26 сентября. Пожалуйста, который состоится 26 сентября. Он платный, единственное, что. Но он платный, коллеги, потому что по итогам обучения, а там 6 часов интенсивного обучения, у нас 3 лектора, будет Артем Петрович Гулов и Алексей Васильевич Конобеев. Учить будем всему, и как обучать грамматики для ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, и как готовить ребят к олимпиадам, и как писать эссе, про все, про все, про все это будет подробнейше рассказано, показано. То есть это тренинг, именно 6 часов очных, и 10 часов у вас будет заочных, поэтому по результатам обучения будет выдано удостоверение. Сейчас покажу то же самое, что мы теперь будем выдавать. Вот такое удостоверение о повышении квалификации с указанием, что вы повысите свою квалификацию на 16 часов. Это 26 сентября в Москве будет. Вот у нас такое мероприятие. Я думаю, что тем, кто особенно к аттестации потихонечку готовится, или у кого может быть уже аттестация вот-вот будет, никогда не лишним будет и поучиться, и получить все-таки официальную бумагу. У нас есть лицензия на ведение образовательной деятельности, так что абсолютно все официально. Записывайтесь, приходите. Как получить скидку на оплату такого вот семинара, я вам сказала, достаточно прийти к нам на стенд на Монтвя, на ВДНХ, 75-й павильон, и на стенде издательства вам могут дать такой вот купон на скидку. Опять же, пролистнула один слайд, сейчас вернусь назад. Вот в продажу, обратите внимание, коллеги очень просили меня сообщить на ближайшем вебинаре, как только выйдет книга в продажу. Книга вышла в продажу, это книга Елены Васильевны Русиновой, тренажер по чтению слова и фразы. Все, книга уже в продаже, можно ее купить в интернет-магазине у нас, можно ее прийти на ВДНХ купить, пожалуйста, на нашем стенде. Мы с сегодняшнего дня и до конца недели там. По цене издательства. Да, книга прекрасная. Если вы уже поняли, в чем прекрасен этот тренажер по книге «Звуки и буквы», то вы поймете, что слова и фразы здесь, конечно же, книга тоже очень-очень полезная. Она прям продолжает эту линейку у Русиновой. Так что приходите к нам на ВДНХ, можно будет там быстрее всего купить, не дожидаясь, пока книга поступит в книжные магазины. И да, у нас очень скоро будут курсы повышения квалификации, дистанционные, с выдачей удостоверения установленного образца, с указанием нашей лицензии на ведение образовательной деятельности на 16, 36, 48, 72 и 108 часов. Тоже мы скоро это все, коллеги, проанонсируем. Я должна вам дать код для получения сертификата. Это код у нас сейчас в чате появился, где получить сертификат, ссылочка тоже появилась. Таким образом вы можете получить сертификат электронный, да, по тому, что я сейчас вам дала в чате. Но помимо электронного, если у вас не принимают электронные наши сертификаты, потому что на них нет печати, да, на них, может быть, чего-то еще не хватает, да, на них нет сведений о лицензии на ведение образовательной деятельности, то можно заказать печатный сертификат. Он будет выглядеть вот таким вот образом. Сверху будет указан номер вашего сертификата. Он индивидуальный, персональный, только ваш. Кому он выдан? Те слова, которые здесь даны, да, прослушанный курс лекции по методике обучения иностранным языкам два часа в рамках международного вебинара для учителей английского языка по теме. И указана тема. Лектор будет указан, дата, год и, соответственно, номер нашей лицензии, подпись, печать издательства. Если вам нужен печатный сертификат, то это тоже реально его заказать. Вам достаточно на коннект собакой.ру прислать свой электронный сертификат и заявку в свободной форме с указанием вашего полного почтового адреса. Вам будет выставлен счет на 150 рублей, вы его оплачиваете, и мы вам высылаем по почте, обычной почте России, печатный сертификат. Так что тоже такая возможность теперь есть. Вопросов противоколегий никаких не вижу. Все максимально понятно. Пожалуйста, коллеги. Надеюсь, что все ссылочки, идеи, как только выложат презентацию для скачивания, вам будут полезны. Сможете этим всем воспользоваться. Презентация будет выложена на форуме EnglishTikers.ru, как всегда. Пожалуйста. Спасибо большое, Наталья Леонидовна. И еще раз, коллеги, приглашаю вас к нам на наш стенд на выставку. Да, можно, коллеги. Вы можете заказать книги через наш интернет-магазин. Вам достаточно просто перейти в наш интернет-магазин и посмотреть условия доставки. Там они у нас указаны в отдельном пункте. Я думаю, что в нашем интернет-магазине вы сегодня уже побывали. По доставке. Сейчас я вам пришлю ссылочку в чат, что касается доставки. Как просмотреть прошедшие вебинары. На видео, если вы их хотите посмотреть, то у нас есть YouTube-канал. И также у нас все ссылочки на наши YouTube-видеозаписи, они выложены на EnglishTikers.ru. Посмотрите чуть выше по чату. Админ вам выкладывал. Спасибо большое нашему админу. Вот еще раз, коллеги, ссылочка. Где все презентации, где все ссылки на видеозаписи. А когда вы по любой ссылке перейдете, вы пойдете на наш YouTube-канал, соответственно, и там уже сможете по нашему YouTube-каналу полистать, посмотреть те видеозаписи, которые вы ищете по каким-то определенным темам. Номер стенда. Номер стенда у нас А14. Зал 75-й павильон. Зал Б. Стенд А14. Нас очень легко найти. У нас такой большой хиний стенд. Приходите. Будем рады вас видеть. Завтра, например, там буду я, если кто-то меня хотел увидеть. Что-то подписать. Что-то спросить про медпредметные портфели, например. Спасибо большое админу. Еще раз, да, визуально, чтобы все было видно. Зал Б, место А14, ВДНХ. Приходите. На все вопросы завтра отвечу. Я завтра на стенде буду. Пожалуйста, коллеги. Спасибо большое за внимание, коллеги. Всего вам доброго и до новых встреч. Продолжение следует...